Добрый день, уважаемые слушатели. Позвольте сначала представиться. Моя фамилия Вахитова, зовут Сина Муратовна. Я доцент кафедры экономической теории и эконометрики нашего университета, Казанского федерального университета. И в этот день хочу познакомить вас с интересной наукой, которая всегда живая, как наука, которая пытается найти ответы на самые актуальные, животрепещущие вопросы нашей современности. Это экономическая теория, экономика, экономическая наука. И не просто познакомить вас, вести в курс дела, это, в общем-то, такое академическое было бы, слишком уже понятный и известный подход. А вот рассмотреть эволюцию экономической мысли через призму Нобелевской премии, чтобы обратить ваше внимание на то, какие актуальные, животрепещущие проблемы сейчас поднимаются современными учеными, которые отмечаются именно Нобелевской премии. И вот, предваряя даже, так сказать, этот краткий такой обзор, хотелось бы с особой гордостью обратить ваше внимание на то, что именно в области экономических наук, в области экономической теории присуждается вот эта признанная такая в международном научном сообществе премия. Во всяком случае, это единственная наука среди общественных наук, которая удостоена такой чести. Получают ученые-экономисты Нобелевскую премию. Повторяю, среди общественных наук это единственная наука, и особенно это вот гордо так, в общем-то, признавать. Итак, вопросы, так сказать, концепции, которые мы сегодня с вами рассмотрим, они, в общем-то, простираются среди теории, значит, концепции, которые уже, в общем-то, отмечены Нобелевской премией буквально вот последние 6-7 лет. Но начнем мы, собственно, сначала, безусловно, немножко такой краткий экскурс в историю экономической науки. Безусловно, корнями она уходит в далекое прошлое, хотя как наука, как отдельная отрасль знания, безусловно, экономическая наука, в общем-то, формируется достаточно, так сказать, непродолжительное время назад. Понятно, что простейшее понимание экономики и, собственно, первые упоминания о хозяйственно-экономической жизни мы находим, безусловно, в трудах мыслителей древнего мира, античного мира. И, собственно, термином-то экономика, так сказать, мы обязаны древним грекам. Считается, что в широкий такой научный оборот ввел это понятие древнегреческий философ Ксенофон, представив свой труд, домострой, экономика в таком лексическом значении. Экономика означает ойкос, дом, хозяйство, номос, закон. То есть именно такой смысл вкладывали древние греки в понимание этой науки. Это наука или даже искусство, законы, ведение домашнего хозяйства. Ну и, собственно, здесь интересны взгляды и в том числе Аристотеля, который, в принципе, делил хозяйственную жизнь на полезную деятельность, то, что, собственно, называла экономика, и хрематистика, которую он порицал. И эту сферу деятельности, в общем-то, считал, что, когда деньги делают деньги ради богатства, а не ради создания полезных благ, это, в общем-то, достойно лишь порицания. Кстати, на мой взгляд, не потерявший актуальности, собственно, такой взгляд на хозяйственную деятельность, если мы сейчас посмотрим на нашу хозяйственную жизнь, ее структуру, то тоже можно выделить ее реальный сектор, где создаются реальные блага, реальные товары, необходимые нам для удовлетворения потребностей. И есть, ну что ни на есть, хрематистика по Аристотелю почти, да, это и биржевые спекуляции, рынки Форекс, рынки криптовалют, где, собственно, реального богатства не создается, лишь, так сказать, деньги делают деньги. Ну, на мой взгляд, вот, в общем-то, такая оценка, так сказать, с тех времен, в общем-то, не потерявшая актуальности. Ну, как я уже сказала, как отдельная отрасль знаний, как отдельная наука и экономика формируются позже. Ну, сейчас мы вспоминаем с благодарностью одного из представителей первой экономической школы меркантилизма. Это Антуана де Монкретиена, который в 1615 году публиковал трактат о политической экономике для короля и королевы, так называлась полностью эта работа, где, собственно, вводят такое понятие, как политическая экономия. Видите, это уже более широкое, так сказать, толкование, новое понимание экономики уже не на уровне отдельного домашнего хозяйства, как это было в Древней Греции, на уровне государства, на уровне экономики в целом. То есть здесь вот этот термин, так сказать, слова «политея» мы трактуем как, так сказать, общество-государство, то есть хозяйственная жизнь, охватывающая и характеризующая уже, так сказать, хозяйственные отношения в обществе в целом. Ну и на долгое достаточно время, на столетие, в общем-то, экономическая наука, именно как политическая экономия, в общем-то, входит в научную жизнь и общественную жизнь, формируются школы, особенно здесь хотелось бы, конечно, отметить классическую политэкономию, это фундамент всей экономической науки, так сказать, это и теория Адама Смита, и Маркс, и, собственно, так сказать, вот формируется, по сути дела, так сказать, фундамент всей современной экономической науки, потому что все последующие школы соглашаются, спорят, дополняют, но опираются именно на те фундаментальные концепции, которые были представлены именно в рамках классической науки. Но постепенно, безусловно, как я уже вначале отметила, экономическая наука – это живая наука. Она, безусловно, отвечает тем требованиям, вызовам, использует тот багаж накопленных знаний, который уже имеется. Это как живая материя, развивающаяся. Поэтому, безусловно, новые вызовы, новое время, новые взгляды. И, собственно, постепенно мы отмечаем, что происходит такая эрозия термина «политическая экономия». И исследование основных экономических школ, которые образуют так называемый «мейнстрим», основное течение в экономической науке, уходит вглубь экономики. На смену термину даже «политическая экономия», названию науки, приходит понятие «экономикс», чисто экономика, экономическая теория. И, по сути дела, с этого периода экономические исследования основных экономических школ уходят вглубь экономики, исследуя те функциональные взаимосвязи и взаимозависимости, которые пронизывают хозяйственную жизнь. Это положило начало формированию и такого раздела, как микроэкономика, в последующем, это уже в 20-м столетии, макроэкономические исследования. Но на современном этапе специалисты отмечают, что происходит такая реполитэкономизация экономической науки. То есть, опять маятник качнулся в сторону осознания того, что, в общем-то, да, есть фундаментальные исследования, но в то же время отделять и отдельно рассматривать участие и роль экономики именно в государственном управлении, в принятии экономических решений, наверное, не совсем это оправдано. Особенно необходимы и, собственно, такие прикладные исследования, касающиеся, безусловно, хозяйственной, экономической жизни. От экономики как науки ждут не только абстракций, не только сугубо теоретических каких-то умозаключений, а от нее ждут практических рекомендаций, оценки того, что происходит. И, в общем-то, многие специалисты отмечают, что, к сожалению, в последнее время экономическая наука утрачивает свою прогностическую функцию. Во всяком случае, к сожалению, в работах ведущих экономистов не был предсказан и никак спрогнозирован мировой экономический кризис 2008-2009 годов, феномен криптовалюты, роль социальных сетей, глобальных проблем, вызовов, крахи крупнейших компаний. Вот где прогностическая функция? Она несколько нивелирована. И это, возможно, такой справедливый упрек экономической науки. И вот такая ре-политэкономизация, одно из ведущих ныне направлений развития современной экономической теории, которая во многом, может быть, пытается исправить этот провал, эта фиаско на определенном моменте экономической науки. Ну вот обратимся к некоторым таким интересным исследованиям, которые были отмечены Нобелевской премией, на мой взгляд, представляющие, наверное, такой достаточно оттенок научно-популярных таких концепций, и вызвавшие неоднозначную, так сказать, и такую интересную реакцию общественности. Вот, с одной стороны, с другой стороны, нашедшие свои, так сказать, прикладные моменты обязательно в использовании, то есть не сугубо какие-то, так сказать, теоретические или, так сказать, абстракции, которые, в общем-то, представляют лишь академический интерес. Вот так хотелось бы обратить внимание на работы Харта и Хольмстрёма, так сказать, это получившие Нобелевскую премию в 2015 году, значит, за разработку теории контрактов. Действительно, это вот, как никакая другая такая достаточно прикладная вещь, которая касается, ну, практически всех из нас, даже тех, кто не занимается профессиональной, естественно, экономикой. Наша жизнь пронизана контрактами, так сказать, практически любое наше действие сейчас, так сказать, какие-то принятия хозяйственных, экономических решений, да и не только даже в экономике, пронизаны контрактами. Значит, это такая, ну, по сути дела, скелета, внутренняя архитектоника современных отношений общественных, да, это такая конструкция, которая позволяет выстраивать отношения между, так сказать, хозяйствующими субъектами. Вот, и, соответственно, теория контрактов в своих, в своей теории, они представляют нам наиболее интересные аспекты, изучая, значит, и полноту контрактов, и, значит, не состоятельность, не осязаемость, так сказать, информации, да, вот, как предусмотреть в различного рода контрактах, которые, так сказать, заключаются и, так сказать, сотрудниками, и с топ-менеджерами, значит, и, так сказать, контрактация идет между фирмами и предприятиями, так сказать, вопросы, касающиеся, так сказать, приватизировать или оставить в государственной собственности те или иные, значит, субъекты, те или иные, так сказать, фирмы или предприятия, организации, да, институты, вот, какого рода, так сказать, пункты контрактов необходимо здесь предусмотреть, чтобы, в общем-то, учесть интересы всех хозяйствующих субъектов. Во всяком случае, очень, так сказать, такой интересный аспект, и, вот, результаты исследований, значит, ученых были применимы в областях, так сказать, связанных с влияниями, поглощениями, то есть, компаниям каких типов стоит объединяться, каково оптимальное соотношение долгового и акционерного финансирования, теория, так сказать, соотношения, вот, доли собственности, теория прав собственности, значит, касаемо, как раз, таких, так сказать, вот, функционирования фирмы-предприятий, которые относятся к сектору, который представляет общественное благо или частное благо, да, где здесь проходит граница, в какой степени выгодно или невыгодно, будучи вот в какой форме собственности, да, выгодно или невыгодно будет, так сказать, учитывать затраты, значит, издержки считать, или же, так сказать, на первый план выходят какие-то, так сказать, имиджевые здесь вещи. Это вот все в этой своей теории контрактов, так сказать, неполноты контрактов, так сказать, наделенности информированностью, так сказать, рассматривали эти ученые. Вот хотелось бы обратить ваше внимание на еще одно очень интересное исследование, которое представляет Ричард Таллер, один из выдающихся экономистов, ну, нашего времени, представитель такого относительно молодого, значит, направления в экономической науке это поведенческая экономика, которая, в общем-то, относительно, ну, недавно начинает выделяться. Безусловно, это не первая работа, которая отмечена Нобелевской премией, были до этого еще представители этого направления поведенческой экономики, которая, по сути дела, символизирует собой такой междисциплинарный подход в экономических исследованиях, да, когда, так сказать, экономика, экономические исследования идут рука об руку с, так сказать, психологией, да, социологией, значит, и, соответственно, вот этот междисциплинарный подход позволяет по-новому, так сказать, взглянуть на, в общем-то, центральную фигуру любой экономической системы, это человека, наше сообщество, наш социум, как мы принимаем решения, как принимают решения реальные люди, значит, что очень важно для выработки мер экономической политики. И тут вот, обращая ваше внимание на, значит, во-первых, новую методологию, которая, ну, не новая, во всяком случае, это, так сказать, такие уже, собственно, современные, актуальные методологические подходы, которые применяются в современных экономических исследованиях, исследованиях, связанные с, так сказать, различного рода экспериментами, ну, и вот, как чуть позже мы увидим, даже, так сказать, это получило такой термин, как полевые, так сказать, испытания, да, полевые эксперименты, то есть термин, который, по сути дела, приходит в экономику из естественных наук, да, вот, в принципе, в современной экономике это тоже применяется. Ну, и, собственно, вот исследуется феномен индивидуальных принятий решений, такого группового взаимодействия, поведения на финансовых рынках, и, вот, особо здесь интересно оказалась, так сказать, его теория подталкивания, Нотч, значит, в которой он, собственно, подходит с каким пониманием, так сказать, в отличие от представлений, которые нам давали классики, неоклассики экономической науки, что, так сказать, поведение человека в экономике сугубо, так сказать, прогнозируемое, ну, при определенных допущениях мы ведем себя, так сказать, рационально, разумно, экономно, такие рациональные максимизаторы, поэтому, в общем-то, смоделировать наше поведение достаточно просто. Но, как выясняется сейчас, в том числе и благодаря вот таким исследованиям, мы ведем зачастую себя иррационально, поступаем себе даже во вред, и, но, так сказать, вот даже существует такой термин, и это тоже работа одного из выдающихся ученых, Дэна Ариэля, предсказуемо это иррациональность, эта работа, так называется, предсказуемая иррациональность, то есть эти наши какие-то, так сказать, ну, с точки зрения рационального поведения ошибки, так сказать, нерациональное поведение, оно, в общем-то, уже изучено и предсказуемо, и вот Ричард Таллер, так сказать, ну, по сути дела, простую до гениальности, как бы, идею здесь продвигает, что можно поставить, в общем-то, на службу, так сказать, обществу и принятию оптимальных решений нашу вот такую, так сказать, и рациональность, да, так сказать, наши, казалось бы, в общем-то, ошибки в рациональности, тем не менее они как бы прогнозируемы, предсказуемы, и, в общем-то, ими можно управлять. Значит, и, собственно, это даже положило основу такой, в общем-то, политики, которая получила название либертарианский патернализм. И, в общем-то, вот такие комиссии по подталкиванию, такие общественные институты, в общем-то, были созданы и функционируют ныне в порядка в 130 государствах мира. А сам Ричард Таллер, так сказать, долгое время, вот впервые создал такую, так сказать, лабораторию подталкивания и был советником при, значит, кабинете министров английского премьер-министра, так сказать, Блэра, Тони Блэра. А, так сказать, подталкивание, да, ночь подталкивания, действительно, в общем-то, можно вполне, так сказать, оказывается, управлять нашими действиями, но делать это не, значит, как-то очень строго, запретительными мерами, то есть то, что, по сути дела, такая либеральная экономическая мысль, в принципе, не приемлет, поскольку это ограничивает наши возможности. Но указать правильное направление, чтобы мы, собственно, правильно принимали решение, так сказать, это действует. В частности, это получило широкое такое развитие и применение в, значит, страховой, в страховом бизнесе при заключении, так сказать, также контрактов, пенсионном обеспечении. И вот тоже такой яркий пример хотел бы вам привести, использование этой, вот, так сказать, идеи подталкивания, да, значит, регулирования поведения водителей на трассах, да, особенно скоростных, в Европе, так сказать, автобаны, где ограничивается не максимальная скорость, а минимальная, да, но бывают, так сказать, такие участки дорог, где, собственно, значит, ну, может быть, повороты или, так сказать, спуски или еще что-то, где, по сути дела, рекомендуется для безопасности снизить просто скорость, да, потому что иначе это может привести к аварийной ситуации. Конечно, здесь можно по какому пути пойти, вот мы очень часто это, кстати, видим у нас, поставить запретительные знаки, поставить измерители скорости, поставить, так сказать, сотрудника, который будет, так сказать, ловить там и оштрафовать, но, как правило, это действует уже постфактум, то есть авария может произойти, так сказать, потом уже оштрафуют, потом придет штраф и так далее. Как рекомендуют здесь поступать теорию подталкивания? Это, вот, в общем-то, так сказать, вполне реализуемо, это реально, так сказать, действующий механизм. На таких опасных участках просто полосы, по которым двигаются автомобилисты, делают уже. Многие из вас, наверное, так сказать, водят автомобили, ну, как минимум ездят, и вы знаете, чтобы попасть в полосу, так сказать, тем более, когда она сужается, ну, надо инстинктивно снизить скорость. Вот, пожалуйста, не надо ни штрафов, не надо ни, так сказать, там, сотрудники ГИБДД, которые будут штрафовать, просто вот, как бы, подтолкнуть, так скажем, да, мягко, так сказать, ненавязчиво, так сказать, подсказать, что надо снизить скорость. И вот, как бы, яркий пример, так сказать, такой политики подталкивания, в общем-то, мы вот видим, и она, повторяя, реально действующие принятие экономических решений и так далее. Ну, другое дело, что, говоря здесь, вот об этой теории, здесь иногда неоднозначная, как бы, трактовка, потому что в какой степени будут манипулировать вот нашими действиями, да, хорошо, если это делается во благо общества, вот, как в подобном примере, которое я привела, но очень было бы хорошо, если бы не попадали, так сказать, не попадала эта теория, так скажем, не вружала знаниями людей корыстных и людей, которые, так сказать, хотят манипулировать с нами. К сожалению, мы это тоже наблюдаем иногда в реальной экономике. Фирма, которая может, там, допустим, буквально на один день поднять цену очень высоко, а потом ее, так сказать, снизить и создать впечатление, что, так сказать, или продавать со скидками, создать впечатление, что, в общем-то, вот у них большой дисконт действует, да, то есть это тоже вот такое, к сожалению, манипуляция может происходить, чтобы стимулировать покупки. Но будем надеяться, что и, в принципе, практика показывает, что все-таки во благо общества такая теория ночь, в общем-то, действует. Также хотелось бы обратить ваше внимание на работы Ангуса Диттона, тоже признанного лидером современной экономической мысли, который открывает такую плеяду, вернее, комплекс работы, направление, вернее, не открывает, развивает, и, значит, такое направление актуальное для современного этапа развития экономики. Это проблемы неравенства доходов, проблемы бедности. Крайне актуальные задачи, исследования и для мировой экономики в целом, для нашей страны в частности, потому что, к сожалению, динамика очень такая тревожная, в последнее время особенно связанное с естественными, вот, к сожалению, такими событиями, ограничениями хозяйственной жизни, связанными с пандемией, локдаунами и так далее, тоже, к сожалению, скорее всего, будут подводиться итоги 2021 года, увеличит число бедных, так сказать, к сожалению, растет неравенство между людьми, вот как подступиться и как исследовать эти вопросы, чтобы та адресная, та помощь, которая, ну, в большом количестве выделяет, так сказать, оказывается и правительствами, и нашим правительствам, но, тем не менее, она была бы эффективна, то есть, действительно, доходила до адресатов и, собственно, способствовала снижению бедности, реальной снижению вот этого неравенства в доходах. И вот, в частности, работы Ангуса Диттона, значит, который, по сути дела, актуализировал наше внимание на методологии изучения вообще этих проблем, да, потому что, действительно, здесь исследования повернулись от макроэкономических исследований к микроанализу, потому что, по мнению Диттона, значит, большую роль, так сказать, играют, вот, конечно, так сказать, исследования, анализ и, вот, так сказать, данных для выработки действенных мер по, значит, борьбе вот с этими проблемами. И здесь он предлагает, в общем-то, так сказать, иной подход, так сказать, это использование уже данных опросов, то есть для измерения вот бедности, уровня жизни, то есть, по сути дела, спуститься с таких совокупных агрегированных макроэкономических показателей, которые дают нам информацию о, так сказать, там, среднем уровне цен или, там, средних доходах, средней, так сказать, пенсии и так далее, да, к уже таким дезагрегированным, так сказать, показателям на уровне микроэкономики. Да, они очень громоздкие, более, так сказать, трудоемкие, но зато они дают больше эффекта. И вот, в частности, в Индии в середине 2000-х годов даже пересмотрели существовавшие показатели цен с использованием методологии, которая основана на работах Энгуса Диттона. И, так сказать, даже было, в общем-то, эмпирически доказано, что данные национальных счетов, так сказать, переоценивают потребление, а видите, так сказать, дают, значит, искаженную картину. Конечно, данные опросов недооценивают, так сказать, но вот здесь уже тогда можно найти более-менее какие-то реальные цифры. Очень интересный подход с точки зрения современной уже макроэкономики, так сказать, представлен в работах Пола Ромера и Уильяма Нортхауса. Это Нобелевская премия 2018 года. Тоже очень актуальна, ну и всегда актуальная проблема экономического роста, так сказать, факторов, которые способствуют, так сказать, поиск драйверов этого роста, да, так сказать, новые подходы с учетом современных требований. И вот, так сказать, казалось бы, это уже изученная проблема, но тем не менее она, в общем-то, получила новое звучание, новый окрас в работах вот ученых. И, собственно, так сказать, здесь тоже интересен был подход, который позволил, вот исследуя эти факторы экономического роста, по-новому взглянуть на такой существенный фактор, так сказать, ну, ключевой, по сути дела, это научно-технический прогресс. Во всех, так сказать, предыдущих, значит, теориях научно-технический прогресс, так же, как и прирост населения, допустим, да, трудовых ресурсов, ну, особенно то, что касается, так сказать, развития науки и техники, всегда, так сказать, присутствовал в моделях экономического роста именно как экзогенный фактор, то есть заданный из снаружи неэкономической системой, а значит, по сути дела, так сказать, экономика повлиять на этот фактор не может. Значит, это, так сказать, как бы задается извне, вне системы, как экзогенный фактор. Но вот, собственно, ученые задали здесь, так сказать, мыслью, целью, значит, трансформировать этот, казалось бы, навечно экзогенный фактор в эндогенный, то есть тот, который можно, так сказать, задавать изнутри экономической системы. И тогда, в принципе, он, в общем-то, так сказать, может быть прогнозирован, трансформирован, так сказать, изучен уже как эндогенный фактор. И, собственно, в работах Ромеро как раз-таки он делает акцент на вот эту вещь, так сказать, и, по сути дела, из экзогенного, то есть такого, по сути дела, случайного фактора он превращается в эндогенный фактор, который изнутри, собственно, стимулируется хозяйственно-экономической деятельностью, фирмы становятся заинтересованными в создании инноваций, и их потом постепенно, так сказать, заинтересовывает государство в их масштабировании, а осуществляется такой положительный эффект или положительная экстерналия, как ее называют, так сказать, вот этих инноваций, исследований, которые, собственно, формируются в недрах отдельной фирмы, но, тем не менее, потом они масштабируются в условиях экономики, и, собственно, это дает непрерывный экономический рост. Вот, так сказать, подходы к вот этому переходу из экзогенных факторов, которые, кстати, имеют пределы роста, потому что там действует фундаментальный экономический закон, так сказать, убывающей отдачи, а когда, так сказать, фактор приходит уже в эндогенный, так сказать, все время продуцируется, здесь вот эта вот проблема, в общем-то, отчасти снимается. А вот Уильям Нортхаус, так сказать, в модели экономического роста вводит вообще ныне, так сказать, нисходящую с экранов и, так сказать, с новостей, как бы, так сказать, проблему и фактор, это климатические изменения, экологический ущерб. Причем, так сказать, вводит этот фактор природные ресурсы и экологический ущерб с разными знаками. То есть природный фактор у нас идет как умножающий фактор, умножающий коэффициент, да, так сказать, А экологический ущерб со знаком минус. И в зависимости от того, как использование природных факторов, с каким коэффициентом действует на экономику, мы будем иметь или плюс, или минус, ущерб и так далее. То есть это тоже очень важная составляющая. Но тем не менее, это не первая попытка, но серьезная заявка. Хотя здесь тоже отмечают специалисты, есть проблемы в том плане, что эти изменения просматриваются лишь в долгосрочном периоде. И просчитать эффект здесь бывает сложно. Но, во всяком случае, это еще раз говорит о том, что экономика, как наука, достаточно такая живая материя, она постоянно развивается, и вопросы ставят. Это тоже очень важно. Ответы на них мы ищем постоянно, находим или стараемся найти, и в дальнейшем развиваем ту или иную мысль. В целом, если мы говорим о новой методологии, которая ныне присутствует в экономической науке, то Нобелевская премия по экономике за 2019 год была присуждена группе ученых, которые, опять же, исследуя проблемы неравенства и бедности, относительно новую методологию приносят в экономические исследования, которые получили название «Полевые эксперименты». Во всяком случае, эти ученые выезжали в беднейшие страны Африки, Чад, Судан, Эфиопию, и прямо на месте, что ни на есть, полевые испытания, проводили исследования семей, домохозяйств, исследуя их потребительское поведение, процесс, самое главное, поведение в плане формирования моделей поведения, для того, чтобы более эффективно использовать, в том числе, гуманитарную помощь, которую поставляют страны, особенно страны Евросоюза, по линии Организации объединенных наций, России в том числе, обеднейшим странам, как расходуются, как влияют эти доходы, продуктовая помощь и так далее, на поведение домохозяйств, какие предпочтения, как меняются. Существенный вклад этих лауреатов именно в методологию, то есть изменяется сам подход экономистов к работе над практическими проблемами. И, собственно, это дало толчок и дает толчок для исследования уже не только в области социальной, исследования нам неравенства, доходов и так далее, но и здравоохранения, экономики образования, поведенческой экономики, проблем микрокредитования, гендерного неравенства. Во всяком случае, здесь, как зависят потребление и потребительские предпочтения в зависимости от того, кто рождается, девочки или мальчики, потому что это тоже влияет на поведение, ну вот эти предпочтения почему-то, да, хотя вот именно эта группа ученых как раз-таки доказала, что, так сказать, семейный или личный бюджет абсолютно не зависит от того, кто растет в семье, мальчика или девочка, так сказать, здесь, так сказать, расходы семьи абсолютно, так сказать, идентичны. И завершая уже разговор, хотелось бы сказать, что как раз-таки вот последние, так сказать, исследования, значит, отмеченные Нобелевской премией, это исследования рынка труда и анализ причинно-следственных связей, тоже, так сказать, эти исследования пошли по пути таких естественных экспериментов, значит, и, собственно, вот та Нобелевская премия, к которой были отмечены, ученые, которые исследовали эту проблему, это свидетельство того, что в последние годы современная, так сказать, и мировая экономика становится все более человека, такой центричной, направленной на превращение человеческого капитала, то есть, видите, взор ученых буквально, вот, так сказать, все эти годы направлены на, ну, может быть, за, так сказать, исключениями по нескольким теориям, по нескольким годам, направлены на изучение, так сказать, вот центра экономической вселенной, да, как сейчас принято говорить, метавселенной, да, экономики, это человек. И поэтому и наука становится более человекоцентричной, наверное, да, направленная на анализ факторов, которые способствуют приращению человеческого капитала. И, соответственно, те ключевые аспекты экономики, такие как всеобщая занятость, достаток, благосостояние, влияет на эти факторы, влияет множество факторов, среди которых и психология, и социальные навыки, поведение, традиции. Учитывать все их при помощи стандартных каких-то моделей просто невозможно. А, значит, вот всевозможные различного рода эксперименты, новые методологические подходы будут играть все более существенную роль в фундаментальной науке. Дорогие друзья, слушатели, уважаемые, на этом я завершаю свой краткий такой обзор, лекцию. Я думаю, было вам интересно. И в заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, так сказать, наша жизнь очень динамично меняется, меняется динамично и, так сказать, экономическая наука, пытаясь, видите, найти ответы на животрепещущие вопросы, меняются и методологические подходы. Вот, изучайте экономическую науку, она очень интересна и всегда актуальна. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...